Ещё раз, что там? Покажите книгу, какая она. Нет, такой нет. А вы знаете, что это за книга? Библия. А о чём она говорит? Главное, коротко сказать. Тяжёлый вопрос, но о этом, проповедании. Да я вас ничего не хочу даже сказать, но если вы не знаете, можете сказать, чтобы я не говорил, не наслаивал, если вы знаете. А не знаете, мы легко познакомимся. У нас большие ресурсы, где всё это есть. Мы православные христиане, проповедники. Пришли сюда, потому что это место страшное в рулетке. Давайте познакомите меня. Давайте. Только вы два условия. Какие? Первое, чтобы вы не матерились, не говорили плохие слова. Так я не матерюсь, я же святой. Выполнимо это у нас? Да. Независимо, как разговор закончится. И внезапно не уходите, чтобы проститься по-хорошему. Значит, я вам дам ключик, вы потом им воспользуетесь. Два слова. Я Лапкин Игнатий Тихонович, город Барнолло, Тайский край. Мне 81-й год. Если вы два слова эти запишите, Игнатий Лапкин, и зайдёте в скайп, вы меня сразу найдёте. Потому что я один с этой фамилией, именем, на весь интернет. А там у нас огромные ресурсы. Игнатий Лапкин. А вот теперь, если это запишите, до этого добавите канал, называется «Вот свете Библии». Канал «Вот свете Библии» Игнатий Лапкин. Да, вижу. Вас не видно головы-то, как-то высоко подняло там планку. Я высокий. Канал «Вот свете Библии». Сколько там подписчиков? 43 тысячи. А просмотров? Просмотров в общем, сейчас скажу. В общем, просмотров 43 миллиона. Правильно. Видно, что вы открыли. Так вот, это не чужие ролики, это наши. Мы делаем то, что сегодня практически никто не делает. Вам это интересно будет? Вам это интересно будет? Ну да, посмотрю. Посмотрите. Я даже подпишусь. Вы молодые люди. У вас больше энергии, чем у нас должно быть. Так вот, каждый вопрос, который сегодня обсуждается где-то, поносится, не воспринимается. Он решается практическим путем. Вот у нас в государстве исчезло с лица земли полностью. 21 тысяча поселений. Государство разваливается в этом смысле. И 10 тысяч не человек, а селений, где больше тысячи человек было, дышат наладом. То есть, один-два человека осталось. И вот теперь вопрос, что же делать? Или нам это все равно? Мы получили землю, статус. Зарегистрировались в краевом отделе юстиции Алтайский край. Получили землю. Это очень и очень непросто. Везде препятствия, везде что-то дай. Но мы нигде ни рубля не платили взятки. И вот теперь мы уже строим деревню. А разговариваем с людьми, когда пожелает. Пять условий. Первое. Человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И деревня, как одна семья. У нас на подступах, как заезжаешь, с какой стороны в деревню, везде надписи. На территории деревни курить запрещено. Первым делом храм построили. Школу государственную. Никакую-то там. И учителя свои. Труды восстановили. Дороги. Это очень дорогое удовольствие. Но делать можно. Не Путин виноват. Один. Почему на одного все говорят? Потому что мы сами-то должны что-то делать. Неужели он нам будет строить что-то своими руками? Как считаете? Правильно будет это? Я отвлекаю вас. Да, да. Ну ладно. Я вам дал данные. Если вы зайдете, то это уже есть сайт. Через гугл сайт. Для чего человек живет. Я вам показывал. У вас спрашивал. Такая книга в доме есть? Да, есть. 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 Но показать вы ее не можете, да? Да мы не хотим идти никуда. Искать ее. Самый главный вопрос жизни. Для чего человек родился и живет-то? Это надо знать? Конечно. Ну и для чего? У вас такая книга есть? Дома нет. А где есть? Ну, блин. Ну, в душе есть книга такая. Библия. У меня, по-моему, отец Атаман казачий. В России, в Забайкальске. Как бы он научил меня, что есть у нас вера, да? Я крестьянин, я крещеный. У меня крестников, говорит. Он манчик. Я как бы верующий, но современный верующий, как можно сказать. Современный верующий, то есть не верующий. Почему? Ну, если верят, так бесы веруют и трепещут. Я крещеный. Ну, крещеный-то крещеный. Моченый, не крещеный. Крещеный должен быть уверовать во Христа. Принести полное раскаяние в прежней жизни. Признать себя погибшим грешником. И троекратно полное погружение с головой. Три раза в воду погруженной быть. Ну, не было же этого. Я такой, как все. Я отец, как крещеный. Может быть, и так. А как вот с детства? Так вы с детства-то уже должны быть христианином. А в церковь-то ходите? В церковь? Ну, бывает, скажу. Я говорю, детей крестил. В смысле, ну, в крестнике есть. Своих детей еще нет, но уже... Ну, а вы крестили, за крещение деньги отдавали? Я лично нет. Нельзя это делать. За крещение, за таинство деньги нельзя давать. Ты лучше в другое время помоги, когда нет. А и так нельзя. А вы знаете, кто такой Иисус Христос для вас? Это Спаситель, получается. Спаситель. А как он мог спасти нас? Ну, он приходил туда, получается. Ну, как... Потому что я одна. Потому что он не зашел с неба. Защитить, как бы... Ну, и спасти нас. От искушения, получается. Но человек грешит. Грешит явно или тайно? Мы все грешим. Мы много грешим. Даже вот я прям серьезно говорю. И дофига встал. Нет таких людей, вот, идеально, чтобы никто не грешил. Ну, человек живет и умирает. Потом что с ним? Ну, я вам не скажу, потому что никто не знает, что с ним. Как не знает? Ну, а что? Вы знаете, что... Конечно, Священное Писание говорит. Человека Бог сотворил, у него душа есть и тело. Когда умирает, душа уходит на отсчет к Богу. А потом будет всеобщий страшный суд, когда тела воскреснут, а души вернутся в тела. Ну, как говорится, да. И возмездие за грех смерть. Не просто я согрешил, да и списал кто-то. За каждый мой грех Иисус умирал на кресте. И так с каждым. Он умирал и воскрес для нашего оправдания. Поэтому правильно говорить, Иисус Спаситель. Чем Спаситель? То, что Он по милости Своей взял наши грехи и понес на Себе. И был изъязвлен, изранен и убит. И воскрес. И теперь по благодати Он может даровать спасение. Если мы раскаемся в прежней жизни и скажем, Господи, займи мое сердце, живи во мне, помоги мне твои заповеди исполнять. Жить для тебя. Вот в этом весь смысл. Прославить Бога жизнью своею. Ни одного скверного слова не говорить. Ни пить, ни курить, ни воровать. Ничего, чтобы не было в помине. А тут рулетка-то. Приходит только одна цель – сблудить. Половина голая валяется. А разве не грешно вот это вот смотреть, вот то, что как придет, будет. Тут и дети смотрят, и все сквернословят. Самое страшное, что когда дети, это самое страшное. Я тоже всегда звоню постоянно. А у вас церковь-то далеко от вас, храм? Ну, как бы нет. Как бы минут 20. А почему у вас Евангелия-то нету? Потому что, не знаю. Ну, как так? Это письмо. Письмо от Бога. Моего любимого Бога, Иисуса Христа. И у меня... Я покупаюсь. Я еще пока не покупал ничего. У меня одна книга есть. Это техническая термодинамика. И все. Это по работе. Как книга-то называется? Техническая термодинамика и теплопередача. Да, термодинамика. Доход динамика, когда человек умрет. И тогда будет термодинамика. Вечное озеро огня грешников ждет. Ни один блудник в царство Божие не войдет. Эта рулетка сгорит вся. Я профессию получал. Я работаю с открытым огнем. Работаю. Скажем, в котле. Говорит. В отоплении вот есть в домах тепло? Нет у нас отопления. У нас есть дрова и уголь. Ну, ладно. Ну, вот то же самое. Так же, такой же принцип. Да не о принципе. Так же мы греем просто воду. Вода греется, приходит к людям. Я говорю сейчас о том, как это выглядит перед Богом, когда мы умрем. И душа пойдет на ответ. За каждое слово отвечать. За каждую минуту, секунду жизни. А вы сами-то знаете? Конечно, знаю. Вы видели, я показываю вам Библию. Еще раз посмотрите. Постарайтесь приобрести ее. Здесь ответ на все вопросы. Я поставил. А вы далеко живете? Я недалеко живу. Алтайский край. Город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Ну, хорошо. Я из Новосибирска. Ну, соседи наши. Там? Соседи наши, соседи. Барнаул. Буквально четыре сайта. Я сам в Самурской области, получается, в Северноморской области. Там в Благовещенске отучился. Да. А почему называется Благовещенск? Потому что, как, благая весть. А какая благая весть и кому? От чего это слово произошло? Я вот не знаю точно, но я понимаю, что... Вот с греческого языка благовестие означает добрая весть, что Иисус умер за нас и воскрес. И Божья Матерь, Ангел Благовестил, Архангел Гавриил, что она будет Матерью Спасителя. Благовещение 7 апреля празднуется. Это день ее зачатия. А с 7 января будет Рождество через 9 месяцев. Женщина ходит уже 9 месяцев. Да. Ну вот, с 7 апреля Благовещение, Благовещение, вот откуда. А с 7 января будет Рождество. Вот. Ну, хорошо, буду знать. Буду знать. Ну, а город называется Благовещенск, потому что, ну, там находится, как я понял, то, что когда Муравьев в Мурске, когда, ну, взяли эту территорию, получается, перед Муром, а там уже за Муром Китай, получается. И все, и вот они Благовещение сказали, что, ну, как назвали вода под Благовещение. Может, то, что действительно, может, с 7 там, что, а, 9 января, может, действительно, то, что он обоснован. Я не знаю, когда он обоснован. Хотя нет, он в мае где-то был обоснован много месяцев. Вы постарайтесь достать Евангелие. Вы будете считать. И старайтесь, чтобы в молитве благодарить Бога. Писание говорит, семикратно в день прославляю тебя. Это сотни со щетки молитвы. Ну, нам-то это проще, потому что возраст, пенсионеры. А вы на работу идете, и там будете свидетелем. Должны рассказывать людям о Христе, о спасении. Сейчас, короче, получается, я работаю уже не теплотехником, я вот в Новосибирске ехал, сейчас водяне там. У нас в Новосибирске чистая вода хорошая, мы подаем все на город. Как бы, с подкана можно спокойно пить воду, все хорошо. У нас еще станция стоит рядом с храмом, получается. Знаете, были же в Новосибирске? Были. Мы дальше были. Дальше вот... Говорят, а вот как раз вот, где Немирович и Данченко, Слатутино, где пересекается улица, вот там храм стоит. Вот, спустя, вот там вот наша станция большая, забавно. Там с резервуаром чистого... Я там жил, жил не один год. У вас какие... вопросы какие-нибудь есть о душе, о вечности, о будущем? Нет, все придет само, как бы... Не придет, если работать не будешь. Тогда бы ученик сидел дома, не учился в школе. Ну, потом придет. Нет, надо учиться на пятерке. Иначе... Мы включились в учебу, просто серьезные. Может, нет, пока не надо знать. Если захочу, потом сам... Это очень серьезно. Ян Златоуст говорит так. Ты не считаешь Библию. Не считаешь. Поэтому ты не знаешь закон Божий. А не зная закона, ты нарушаешь его. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Вот суть-то какая. Это понятно. Ну, блин, так тоже темячивать кому-то что-то на свое. Ну, тоже не сильно... Ну, вот как, допустим, у вас машина... Короче, мне кажется, сам по себе. Мне не надо, чтобы мне вот именно, капец, я аж тем... Чтобы что-то куда-то вбивался в какую-то религию. В смысле, даже я... У меня религия одна, вот, христианство. Я христианин. Как не путите, я, блин, вообще... Я знаю, что я под крестом хожу, я хрещенный. Ну, мне не надо такого, в смысле, вот, чтобы я аж там болел вот этим. Я понимаю, что где-то что-то есть. Надо будет, да, я схожу даже в церковь, если надо будет. И все нормально. Я в церковь хожу, чтобы вот свечки поставить деду своему, Бабушке поставить, ну, что-то похоже на 2-2, царствие небесного больно. И это самое любимое мне будет. И все, а так... У меня сейчас родители самые любимые, они остались. Они мне помогают тоже, и я им помогаю. Вы на исповедь ходите, причащаетесь? Я схожу, в смысле, я, в смысле, как-то, была, возможно, когда я в Амурской области был, а не в Амурской области сейчас, дедушка наш. А сейчас вот я вот ездил последний раз, в апреле там был, последний раз я в отпуск поехал и съездил. Мне просто там могилку поправили, там, не знаю, потому что дедушка и бабушка как-то в 90-е особенно родители, они проводниками работали, они ездили неделю туда, неделю обратно, считайте, 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 полмесяца, и мы не ездили с сестрой. Мы жили у бабушки и дедушки, и все хорошо было, все нормально. То есть верующих у вас друзей нету, чтобы вы могли собираться, считать Слово Божие и прославлять Бога, такого нету? Такого, конечно, нету, потому что я говорю, это современное, как бы, более-менее, если вот чисто этим, за это, в городе такого нет конкретного. Да, у нас большие ресурсы, если бы вышли на нас, там, по скайпу. Скайп у вас есть? Нет, ну, я считаю, что, ну, вот, мы встретились и нормально. Нет, так бы скайп есть, но не очень хочется, как бы, сильно заморачиваться этим. Если бы работать не надо будет, я... Есть такой фильм, есть такой, называется Иисус. Просто одно слово, Иисус. Фильм, напишите, Иисус фильм, и посмотрите, это очень полезно. Всё, пока, до свидания. Вы откуда вещаете? А со стула, я на стуле сижу, и хусь не пришёл. Вот. Воно. У вас есть такая книга? Есть. Ну, не такая большая, но есть. Ну, а показать можете? Ну, наверное, могу. Ну-ка. Надо идти показывать. Ну-ка, покажите. Ну, сейчас пойду по своему, подожди. В другой комнате у бабушки. Интересно, в другую комнату пошёл человек. Я не у бабушки, это моя квартира. Нет, все говорят, все, все так говорят. Все. Вот я разговариваю с людьми, я говорю, покажи, есть. А где? Говорят, да у бабушки, в другой комнате. Так, ну-ка, подождите. Новый Завет. Это новый, это не Библия. Это вторая часть Библии. Не то, значит, да? Да. В такой книге, как у вас, Старого Завета, нету. Нету, но это хорошо, что новый. Это главное, новый. Это молодцы. У вас какие-нибудь вопросы есть там по Евангелию? Что вы считаете? Тяжело мне с вами пообщаться будет. Я недалёк сильно. Как тяжело. Самый главный вопрос в жизни – решить, для чего я родился, как я живу, и что потом будет, когда глаза закроют в последний раз. Эти вопросы-то можно себе разрешить? Да, можно. А кем вот, вы могли бы ответить, кем для вас является Иисус Христос? Богом, Отцом. Вот к вам, допустим, вы где-то на работе или где-то подойдут и скажут, вот мы видим, что вы верующие, не пьёте, не курите, не материтесь. Скажите, как спасти душу свою? Вы ему что будете отвечать? В церковь ходить, молиться. Правильно, в церковь ходить и молиться, но то, что пришёл в церковь, а ничего не знаешь, так тебе не сильно это поможет. Главное – определить свой путь по Слову Божию. У вас как раз Новый Завет есть. Там описано, что Иисус – это наш Искупитель, Он умер за нас. Он воскрес для нашего оправдания. Грехи мира Он взял на Себя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Ибо всем нам надлежит предстать предсудилище Христова, чтобы получить соответственно тому, что делали, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5.10. Определённо, мы там на суд Божий придём после смерти. Смерть – это не конец, это начало. Начало бесконечности. Ясенка. Ясненько всё. Как зовут вас? Что зовут как? Я живу в городе Барнолло, Тайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Ну, здоровья вам и долгих дней жизни. Ну, как Богу угодно. Он даёт здоровье. Вот видите, я ещё и... Ну, желаю я вам. Я вам от себя желаю ещё. Дай Бог. С вами мы встретились всё же. Спасибо. Да.